о Самаринине, то есть вы слышали евангельское чтение о том, как Господь встретился с женщиной самарянкой у колодца. В Евангелии не написано, как ее зовут, но почему-то говорят, что ее звали Фатиния, Светлана. Откуда это, я не знаю. Так, ну, так, вот. И вот небольшое здесь поучение святителя Анатолуста на это, о жене Самаринке, Самаринине. Многое нужно нам возбуждать в себе ревности и старания. Без того невозможно получить обещанное нам благо. То есть Царство Небесное берется усилием, и только употребляющий его может достичь его. Без усилий ничего не делается. Даже в мирской нашей жизни, и то, если ты просто выучил только себе таблицу умножения, и дальше ничего не будешь учить, то так и останешься на этом. Многие спрашивают, как мне, говорит, чтобы запоминать, когда человеку за 60 лет, он спрашивает совета, как мне, говорит, чтобы запоминать, вот читаю Священное Писание, говорит, прочитал и тут же забываю, говорит. Хочу повторить, я не могу. Как, а когда ты, спрашиваю, а когда ты начал это? Ну, я начал недавно, где-то лет за 50 уже было. Опоздал. Это надо было начинать вот в этом возрасте. Больше запоминать, развивать память. Народы есть такой народность в стране восходящего солнца. Они говорят так, у нас, говорит, нет никаких запасов, нет там ни нефти, ни газа, ни угля, ничего нет. Но у нас есть, говорит, одно серое вещество, которое мы, говорит, будем его разрабатывать и разрабатывать. И видим, что получаем все оттуда. Самое лучшее, что есть оттуда, идет. Все компьютеры, машины и прочее, все идет оттуда, из этой страны, где они разрабатывают серое вещество. Вот так. Поэтому, а серое вещество, это что такое? Носк. Больше сегодня разрабатывайте память, ее больше изучите. Вот сегодня прочитали, вы пойдите, придите домой сегодня несколько стихов на память. Прочитайте сегодняшний Евангелие и запомните, что вас больше всего коснулось. И на память это выучите. Ты одни три стиха, другая другие, а потом поделились между собой. Сегодня это нужно разрабатывать. Поэтому, когда вы это будете запоминать, тогда легко будет в жизни, где-то вы встретитесь, вам засвидетельствовать о Христе. А кто, говорит, исповедует меня, того и я исповедую. А если не исповедовал, то и мы не будем исповеданы перед Отцом нашим Небесным. И Христос, показывая это, говорит, кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин меня. Матфея 10 глава. Или огонь пришел я, не извести на землю, и как же желал бы, чтобы он уже возгорелся. Этот огонь в сердце каждого человека, что вы у вас говорите. Это ревность по Боге. Ревность о том, как бы исповедовать мне, моего Спасителя, пред миром всем, как другим засвидетельствовать о Нем. Не стыдиться. Кто постыдится меня в мире всем, того и он постыдится пред Отцом Небесным. В обоих случаях он хочет представить нам ученика горячего, пламенного, готового на всякую опасность. Такова была и жена Смарянская. Она так воспламенилась от всего, сказанного ей Христом, что оставила ей водонос, то есть водонос, ведро, в котором воду носила, и дело, для которого приходила, и поспешив в город, весь народ увлекла к Иисусу, пойдите, посмотрите, говорит, человека, который сказал мне все, что я сделала. Евангелие Теана, 4 глава. Смотри, какое усердие и месть и благоразумие она пришла почерпать воду, но как скоро нашла истинный источник, то уже пренебрегла чувственным, научая нас этим, хотя и малым примером, что при слушании о духовных предметах надо презирать все житейское нисколько, не думать о том. Жена в этом случае по своим силам тоже делала, что и апостолы, и еще больше. Они оставляли свои сети, чтобы были, когда были призваны, а она добровольно, без всякого вещания к тому оставляет водонос и окрыленная радостью совершает дело благовестия. Да ни одного или другого призывает, как Андрей и Филипп, но приводит в движение весь город и ведет к Иисусу множество народа. И смотри, как она благоразумно говорит. Не говорит, пойдите и посмотрите Христа. А привлекает к нему людей, так же приспособляясь к ним, как и сам Христос привлек ее. Пойдите, говорит, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Да и не стыдится сказать, сказал мне все, что я сделала. Хотя можно было бы и сказать иначе. Например, придите и видите, прозорливца. А ей было отчего стыдиться-то? Муж, да и этот не муж, и пять было впереди, и те не были тем мужьями. То есть какой был образ ее жизни? Но она не стыдится этого. И говорит, он все сказал мне. Так, когда душа воспламенится огнем божественным, то же ни на что земное не обращает внимания. Ни на молву, ни на стыд. Одним только занято бывает, объявшим ее пламенем. Аминь. Аминь. Слава тебе Боже, слава тебе Боже.